Академик Бонгард Левин, Григорий Максимович. Я искала вообще, получается, не там даже. То есть я искала на той стороне, а надо, как и позвонила Роме, он объяснил на этой. Лазарь Гадаев. Обалдеть, да? Очень интересно. Собственно, я сюда зашла, я не сюда, должна была по описанию пойти, а чуть дальше. Но именно вот этот памятник меня привлёк. Вот так. Здесь ничего похожего. Опять же, я надеюсь, Рома меня правильно сориентировал. Так плюс-минус было, вроде, понятно. Сейчас уже не очень. Ой, что это? Нет. Я смотрю на камень, потому что там памятник в виде камня. Что-то прям характерное. На камни смотрю. Ну вот шли люди, вот такая там девушка тоже. И она сказала, что... Тоже спросила, а вы не подскажете, где Юрий Шестунов игрока расстроен ещё? Здесь просто реально очень сложно найти. Ну, как бы я посмотрела, поняла, куда идти плюс-минус. И всё равно там было не очень прямо объяснено чётко. С нюансами, так скажем. Поэтому так. А вот же. Нет, тоже не кто. Тоже не кто. Ну, не знаю, чё-то, по-моему, Рома гонит. 7B участок. А это 15А. А что это за музыку? Представляете, здесь музыка играет. Походу, по стоянке. Вот такое захоронение, и всё время играет на музыку. Представляете? Человек, вероятно, музыку любил. Это положено. Сейчас надо закрыть. Я сначала думаю, откуда музыка играет. Ну, там видно чуть-чуть. А как, тетя? Во-первых, вот хотела вам показать, смотреть. Ощущение, вот, что много живых людей. Вот такое. Потрясающе, конечно. Это просто что-то. А немцы... И вот я, хотя она включила, я сразу увидела. Вот немцов. Говорят, что фамилию почти не видно. Неправда. Я прям издали её уже быстро так углядела. И вот следы от пуль. Рома оставил конфетку. Поэтому я уже, соответственно, тогда не буду оставлять. Хотя нет, знаете, я, наверное, тоже оставлю. Тоже хочется оставить. И хочется уже всё-таки... Пойду попробую найти рыбника. Очень хотелось посетить его могилу. Как раз это на обратном пути. Тут такой грохот. И вот думаешь, а нет, там тут что делают? Если даже, кстати, не хоронят. Хотя нет, скорее всего от могилы. Вот. Посмотрите, это что-то. И рядом музыка вот эта играет. Постоянно. Представляете, днём и ночью она слышна. Не знаю, слышно ли на камеру. Попалдеть. Это прям, ну, очень необычно. Я вот такую оставлю. Ну, чтоб одинаковыми не были. Никто не забыт, ничто не забыто. Ты был правдой и совестью. Ты был храбрее нас всех. Ты отличился необычной стойкостью. Вот здесь вот можете почитать. Я подвину сейчас. Я подвину сейчас. Я подвину сейчас. Ой, прошу прощения, блин, за дело здесь, видите? Торчит огромная эта штука, даже подольше бы здесь постояла, но сейчас я ещё немножко постою без камеры, пойду, попробую найду, ну, что я сказала раньше. Смотрите, какой шикарный памятник у Запашного, братья Запашная, знаете, да, дрессировщики. Народный артист России, Запашный Вальтер Михайлович. Просто шикарный, конечно, памятник, тоже похож. Тут у нас лев сидит, потрясающе. На втором участке, как и говорил Роман, но пока буду искать, потому что там чётко, вот если, допустим, даже Немцова хотя бы плюс-минус, да, уж тем более, что ново объясняется, как добраться, то тут я информацию, в общем-то, не нашла. Ну, поэтому будем надеяться, что так сейчас найду. Вот, кстати, люди, которые шли с той стороны, вот они сейчас идут вдоль Колумбаре. Они с той стороны стены были. А я так понимаю, вот, они прошли здесь по ступенечкам, спустились вниз. Вот там такие ступенечки, что тоже очень удобно. Вот. Люди сюда приезжают, ну, посмотреть, пофотографировать. Здесь много-много знаменитых людей. И вообще кладбище такое, ну, так скажем, антуражное, да, здесь много чего интересного. Ну, то есть интересные достаточно памятники. Вот. И при этом, при всем, ну, вы сами, в принципе, это видели. О, давайте вот так пройдем. Там вот какой-то тоже памятник интересный. А по пути можно встретить известных людей. Тут прям намеренно кого-то искать. Ну, приходится даже поискать настолько большое кладбище. Вот так вот, ребята. И люди просто приезжают, гуляют. Здесь такая атмосфера, словно в каком-то таком, ну, парку гуляешь. Можно даже так назвать некой прогулкой, в котором только захоронены люди. И встречаются такие прям очень необычные памятники. Вплоть до того... Вот даже вот это, смотрите. Слушай, обалдеть. Вплоть до того, что там музыка играла. Вы представляете вообще. Такое, конечно, впервые встречаю. Но она такая заунывная. Пока стояла у Немцова. Прям... Ну, в тему так, конечно. Но она прям пронзительная. Люди так захотели. Может быть, потом когда-нибудь... Немного старой. Они все-таки ее выключат, возможно. Это неизвестно. Может, это временно... А может, хотят, чтобы всегда так было. Ну, мы почти уже добрались до второго участка. Сейчас попробуем. Попробуем найти. Если я не найду, я расстроюсь. Потому что, как я уже говорила, хотела очень посетить его могилу.